Друзья, всем привет! После долгой зимы наконец-то наступила весенняя пора. Весна – это время года, когда природа пробуждается после зимней спячки и начинает свой процесс возрождения. На голых ветвях появляются первые почки, земля покрывается зеленью, а воздух наполняется ароматом цветов и деревьев. Первые лучи солнца греют землю, вызывая пробуждение растительного мира и животных. Также можно увидеть множество различных насекомых, которые проснулись после зимней спячки и готовы к активной жизни. А лягушки квакают и прыгают вокруг водоемов. Разливается река, журчат ручьи. Для меня также это в том числе период, в который я хожу за березовым соком. Длится этот период очень недолго, и если я его пропускаю, забегавшись, то потом очень жалею. Польза от березового сока есть, он богат витаминами и минералами, но не стоит думать, что он должен что-то лечить и от чего-то помогать. Для меня это просто приятный напиток, который с детства я собираю с одних и тех же берез. Также приятен процесс похода за соком. Прогулка всегда полезна, а тут еще и для дела. Пару лет назад я уже выпускал ролик, как я собираю сок с помощью капельницы. Способ удобный, но не всегда есть желание и возможность поехать в аптеку и купить ее. В этом ролике я хочу показать пару простых способов сбора сока доступными приспособлениями. Для первого способа понадобятся вот такие коктейльные трубочки, которые есть почти в каждом доме, и шуруповерт со сверлом на 5 мм. Просто сверлим пару отверстий и вставляем туда трубочки. Далее подставляем под них емкость, которую желательно зафиксировать чем-либо. Я привяжу веревкой. Для кого-то этот способ покажется губительным для дерева, и хоть я могу не согласиться с такими людьми, потому что сок с этих берез, как я уже говорил выше, собираю очень давно. Но я покажу еще один способ, который менее губителен. Для этого ищем ветку у березы, которая находится в зоне доступности и направлена вниз. Отрезаем эту ветку и вешаем туда бутылку. Сок будет течь медленнее, но такой способ, говорят, не может навредить березе. Итак, на следующий день 5-литровая канистра уже полная. Хоть и ночью было холодно, и сок вряд ли тек. Отвязываем и ставим еще одну канистру. С одного дерева я не собираю больше двух канистр. Вот и на ветке полная бутылка. На вкус мне показалось вкуснее. Может, я ошибаюсь. С ветки я заделывать рез не буду никак. Сок сам остановится, и ничего с березой не произойдет. А вот отверстия я заделываю подходящими по размерам веточками с этой же березы. Кстати, соблюдайте меры предосторожности. В этот период просыпаются как хорошие насекомые, так и плохие. Например, клещи. Поэтому сапоги заправляем в штаны, надеваем кепки, шапки и плотную одежду. Пшикаемся средствами против насекомых и стараемся не ходить по сухой траве. Там им очень нравится сидеть. Друзья, вот такое простое релакс-видео получилось. Надеюсь, вам понравилось. И если это так, то ставьте лайки. И напишите, как собираете сок вы, и считаете ли вы его полезным. А те, кто не подписан на канал, подписывайтесь. И подписывайтесь на канал в Телеграм. Там тоже выходит иногда что-то интересное. Всем спасибо за просмотр, и до новых встреч!